лёжик наводит порядок на чердаке ну гнезда вот что ребята у нас раньше на чердаке были эти шершни до лёжик первый год я потом вычитала в интернете где же еще как бороться с осами и шершнями очень действенный способ если у кого-то вот так вот живут не можете избавиться серая бумага вот который знаете раньше в магазинах заворачивали лёжик покажи делаете вот такой вот круг ну шар такой вот из серой бумаги похожий на гнездо осиное только большой надо делать и подвешиваете вот они у нас висели два года никого не было до постучу по дереву вот а сейчас ребята вот и ремонтировали крышу думали наверное что осиные гнезда и сбивали их здоровенное чтобы уже наверняка это такое грязное сейчас заберу положить а то насыпется вот такой вот у нас чердак там вот здесь у нас ничего такого не хранится стулья такой вот игрушки новогодние это тоже выбросить да наверно я не знаю отложи пока может что-то укрыть там видно а не видно за коробками трубу хотела показать нашу трубу красивую не видно вот а нам здесь надо вот здесь вот ну оставь для гнезд надо убраться здесь вот все убрать потому что будут утеплять потолок вот здесь вот на на веранде будут утеплять не снизу не отсюда вот с чердака потому что пол положили я вам не показала пол как положили сейчас покажу прялка бытовая электрическая это коробка из-под прялки ну это еще хозяйская старая прежних хозяев вот такой вот чердачок у нас надо гнезда обязательно повесить пока пока не завелись тут насекомые так что очень помогает все слезаем вот на какой стадии у нас ремонт ребята сделали пол пол поднялся вот здесь получилось вот такая вот ступенька вот настолько поднялся пол это вот его выровняли по уровню потому что этот край дома у нас просел за все время сколько он стоит настолько просел вот сантиметров наверно 30 то где то так получилось ступенька но это потом это разговор отдельный вот а так теперь пол сравнялся вот с комнатой с кухней у нас здесь я вам напомню я уже говорила будет прихожая заказали окна окно здесь уменьшится вот на два пролета вот этих то есть будут два одинаковых окна как вот это вот это вот поменьше и здесь точно такое же будет будет открываться одно окно вот там вот хватит 1 и вот теперь они окна как так низко вот над полом и потолок низкий получился но сейчас в общем то нормально и вот я же говорила будут утеплять с чердака вот здесь будет утеплитель этот пароизоляция как она пара и ну от ветра от влаги пленка такая пол ребята приехали за вечер сделали за один вечер сделали убрали демонтировали пол поставили стульчики вот а за другой вечер уже уложили пол но работают я не знаю как метеоры молодцы молодцы у меня просто слов нет если бы мы с ними изначально договорились за ремонт у нас бы уже все было сделано но мы их не знали к сожалению вот а здесь вот хочу уговорить лёшик а сделать лестницу такую с перилами и под лестницей сделать типа шкафчика будет здорово ну не знаю лёшик пока не соглашается почему-то хочет просто шкаф сюда поставить зачем не знаю а я хочу лестницу с такими красивыми перилами здорово будет вот такой вот у нас на такой стадии ремонт здесь уже все у нас почти готово надо только покрасить лаком не лаком а мы купили ну да лак димка тут шастает уже засранец сейчас покажу что тимофей до мордоворот морда такая как не знаю как у меня почти а повесить и гнездо они зона на повесе то в общем вот такой вот лак пропиточный антисептический акриловый у нас таким лаком покрыта та комната ту комнату мы покрывали 240 рублей лёшик полез надо гнезда повесить осиные для борьбы с осами и шершнями до первый год у нас там шершни жили летали тут по вечерам девочка моя пришла кукушечка да ты моя кукушечка ты домой хочешь да ты пошла домой ну иди давай идем пойдем пойдем она у нас привыкла по утрам долго спать а сейчас вот в гости и иди вот так надоел конечно этот извините меня срач но что поделать это вот у нас чай танюшки насушили чаю вот здесь вот такое ведерко он сколько чаю это иван чай надо это еще высыпать сюда а это вот смородиновые листья для чая тоже посушились надо их в пакетик кружат кружат как акулы возле тани а таня ты ее просто заморозишь таня я так подумали с колей посоветовались думаем с крупненькую эту пожарим дома от 100 сделаем саламурчик до вкусная вещь получается это таня домой заберет рыбку саламурчик что такое таня саламурчик расскажите типа как маринованная рыба солим с роли не жалея сольки часиков на 5 на 6 ну смотря какая если меленькая то можно часа 4 5 если крупные кусочки и там допустим вот толстолоб там трех килограммовый то надо ну часов на 6 на 7 засаливать кусочками коктейл как удобно потом промываем водичкой и заливаем уксусом полностью полностью уксусом заливаем до часов на 5 на 6 опять же зависит от величины кусочков рыбы или крупная рыба я думаю 56 хватит и для крупной рыбы конечно в этот самый вообще в этот по рецепту 10 часов на за она будет дуже-дуже кислая вот а потом через 6 часов сливаем уксус и в баночку или в какую-то крынку складываем перекладываем с луком лук-рыба лук-рыба и заливаем подсолнечным маслом и получается очень вкусная рыбка до маринована костей нет любую рыбу не чувствуется кости кости не размягчаются и держатся при позвоночнике не лезут в рот рыбачка рыбачка а мы собрались сегодня поехать на рыбалку все проснулись встали походили походили по дому ночью был дождь вот и опять легли спать какая у меня желтая поляна как мне нравится вообще до лёшик красиво 2 он коля митяю по понес хвост один а он митяй 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 да не туда же ты не они у него не отнимают маленького понес понес Я ему еще хотела Ну ладно Он же утром пришел Ему не досталось Завтра Что ты рычишь? Банда, банда вылеглась В тенечке Они что охраняют его? Да, он забрали Не, они у него не забирают Они же знают, что он малыш Да Все в сборе Тимофей стал почаще появляться, да? Да Ну хорошо, ладно Дело к зиме Наши ребята занялись ремонтом машины Что-то там Коля расслышал, что у Лешика что-то скрипит Не, не, ты дома сиди, Лиза Сиди, я сейчас Коля у нас специалист по всем частям машины Все знает, все умеет Знает, куда раскрутить и закрутить любой винтик Молодец И там, что там Колодки, да? Угу Коля Да Что-то скрипит Вот это не задевает? Вот это не для мнения Коля как хирург Кто живет в Москве, может подъезжать Специалист классный Коля, где ты работаешь? Скажи еще Беломорская 40 Автосервис там, да? Да, автосервис Вольво Автосервис Вольво Ремонт рулевой хрей Ну там делают все машины, да? Да По любому поводу можно приезжать Да, Коля? Ну, конечно Да Коля все сделает как надо Это я уже знаю Вот сколько у него клиентов Причем клиенты такие Высокопоставленные Не совсем там уж прям, но И приезжают В инстаграме есть Вольво сервис Наша реклама Где-то еще есть Ну, много рекламы Угу Беломорская 40 Найдете Колю И Коля вам все сделает В лучшем виде Спасибо 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 Продолжение следует...